На могилу бывшего узбекского лидера Алмазбек Атамбаев приехал позже других своих азиатских коллег. В Самарканде уже побывали и казахские, и таджикские президенты. Почтить память Ислама Каримова глава Кыргызстана смог только сейчас. В день похорон у нас в Кыргызстане проводились большие мероприятия международные, о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку Игоря Кочельников. Поэтому я не смог уехать оттуда, но хоть и поздно, но сегодня мы прочитали молитву. Для этого президент даже взял с собой в поездку именитого в Кыргызстане богослова Абдущукура Нарматова. Именно он и прочитал поминальную молитву. Пока главой государства в Узбекистане был Ислам Каримов, Алмазбек Атамбаев не совершил в соседнюю республику ни одного официального визита. Все кардинально изменилось после того, как к власти пришел Шавкат Мерзиёев. За эти три месяца очень много при вашей поддержке, вот наши люди были в ОШИ, ваши люди у нас были в Андижане. Очень много позитивного у народа наших двух республик, потому что они этих дней очень долго ждали. Для нового узбекского лидера это первый гость, которого Мерзиёев встречает в качестве президента. Перезагрузка отношений двух стран, по мнению Алмазбека Атамбаева, начнется именно сейчас. Я благодарен Богу, что вы стали президентом Узбекистана, потому что, конечно, у каждого времени свой лидер. Мне кажется, вы тот лидер, которого ждал Узбекистан, народ Узбекистана. Теперь надо делать большой упор на экономику. Впрочем, и сейчас Узбекистан в этом ушел далеко вперед северного соседа. Своему коллеге Шавкат Мерзиёев показал огромный автомобилестроительный завод. Аналог его когда-то хотели, но так и не построили в Кыргызстане. Спарк. Вот это самая сейчас покупаемая машина в России. Я вам показал, ну, не все, потому что я много оставил, когда с визитом вы официально приедете в Ташкент, все нельзя же показывать. Но я показал, что у нас есть очень много совместными усилиями, мы можем нарастить наше торгово-экономическое отношение и товарооборот. Уже во время следующих визитов стороны договорились обсудить вопросы делимитации и демаркации границ. Из-за натянутых отношений Кыргызстан и Узбекистан до сих пор не могли установить четкие рубежи около трети сопредельных территорий. Отработать все вопросы по приграничным районам правительства обоих стран пообещали уже до конца января. Дюбек Багалиева. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан.